При этом все мы знаем, что как-то вот с предпринимательством, с развитием туговато, и вот кооперативы, да, на которых, ну, как-то была возложена надежда дать людям возможность заработать, тоже как-то не очень приживаются. Вот на Ваш взгляд, почему, проясните ситуацию в этом плане. По поводу создания кооператива на нашей территории, у нас один кооператив здесь лучше есть, это в Красном Поляне, у него тоже направили растеневодство. Но здесь самая сложность в том, что у нас нет свободных земель, в отличие от других районов. Если, допустим, даже взять у соседей Казуйский район, там очень много земель, которые пригодят для пахоты, обработки и растеневодства. У нас этого нет. То есть, аграрий, и ЗАР Назаровская, и Сибагра, они сразу, если где-то есть что-то, свободная земля, даже под многолетними травмами, разрабатывают, заключают главные аренды, они это обрабатывают, используют и дальнейшее производство в нем делают. Вот единственная вот эта, как сказать, точка преткновения, не то что преткновения, а вот закавыка в этом, потому что, ну, обращаются, есть желающие сделать, но, сами прекрасно понимаете, допустим, человек живет по соснам, а если даже участок какой-то находится небольшой, не тех размеров и масштабов, которые, ну, как сказать, чтобы работал человек, да, и она ему приносила прибыль, потому что все мы прекрасно понимаем, это тоже немаловажно. Где-нибудь в районе Красной Сонки, ну, это, во-первых, неудобно, это технику гонять и так, и вся, это необходимо дополнительное финансовое уважение, на которое не каждый готов. Разговариваем, работаем. Ну, а субсидии 600 тысяч придется вернуть в краевой бюджет, почему не освоили, вот в чем было, это вот все именно... Да, вот эти вот факторы, они сложились в том, что в этом додуманности мы были. Ну, а какая-то перспектива есть улучшить пока? Будем надеяться, что есть, я же еще раз говорю, работаем, разговариваем. Ну, земли же никто не освободит, мы же понимаем, что в этом плане ситуация вряд ли изменится. Может быть, какие-то другие направления, подходы другие. Здесь имеется в виду создание кооператива именно по линии направления растений и осна. Понимаете? Если бы в другом направлении, вот эти 600 тысяч будут предназначены, да, развитие личного пособного хозяйства, крупного рогатого, молочных фермеров, мы бы, конечно, использовали туда. Желающие есть, потому что у нас развитие идет и сыроварение, и... Тогда расскажите, какие направления развиваются на самом деле на территории Назаровского района? Да, практически во всех направлениях, если желание есть, или разводить лично пособное хозяйство, мы здесь же получаем субсидии. Сыроварение, семья в Сахапке занимается, вот, завтра они приедут на прием, где мы разговариваем о том, чтобы участвовать в получении нантовых субсидий, субсидий на развитие производства. Пасеки тоже хотят развивать. Но пока это единицы. Ну пока единицы, но никто не говорит, что сразу желающих будет много единиц. Потому что, на мой взгляд, вот, пример всегда заразительный, тем более положительный, в хорошем понимании этого слова. И когда получится разведение вот этого всего своего бизнеса, производства, и на этом примере уже можно что-то говорить другим. Что, вот, вот, посмотрите, оно пошло, они справились, и у них все получается. Давайте его попробуем. Потому что все боятся. Ну, не все боятся, но большинство в плане того, что я возьму деньги, не освою. Потому что за несливое использование, сами как раз, понимаете, ходит уголовная ответственность. Да, и еще верно. Это же тоже есть риски определенные. И те, кто не боятся, те будут участвовать и участвуют.